Украинские клубы провалили Еврокубковый сезон и выступили настолько плохо, что настроение сейчас, я думаю, у всех примерно вот такое. У меня так точно. Всем привет, с вами канал Овертайм и я Александр Сашко. И сегодня мы поговорим, что же произошло в этом сезоне и как это отразится на будущем Украины в Еврокубках. Скажу честно, я не планирую детально разбирать, что же произошло в конкретных матчах, что не так сделал Луческу или Дердзерби или Скрипник. И ну это все уже дела прошлых дней. Сейчас нам намного интересно будущее, а значит не говорить о европейском коэффициенте не получится. Хочется закрепить, чтобы было понятно, насколько хреновый получился наш сезон. Мы набрали 4,2 балла в таблицу коэффициентов, а это худший результат за последние 15 лет. Еще хуже последний раз было в сезоне 0,5-0,6. Представляете, какая дистанция с того времени прошло и сколько событий прошло, но все равно никогда наши клубы не выступали так хреново. Это действительно важная точка отсчета. Правда, это выступление практически ничего не меняет для Украины, потому что мы потеряли место в Лиге Чемпионов в выходе напрямую еще в прошлом сезоне. И в следующем сезоне мы бы в любом случае не имели ни одной команды напрямую в групповом этапе и пришлось бы пробиваться через отбор. Сейчас мы только утвердили этот статус и то же самое будет с Украиной не только в следующем сезоне, но еще через сезон. Там нам тоже придется играть точно так же через квалификацию. И вот знаете, обычно всегда мы больше всего уделяем Шахтеру и Динамо. Очевидно, это гранда украинского футбола и когда проваливаются они, им достается больше всех. Но вообще-то, если говорить именно о таблице коэффициентов, то вина в положении нашей страны на таком уровне, что мы уже опустились на 12 место, это ведь совсем не Шахтера и Динамо. Если посмотреть на таблицу клубных коэффициентов, то Шахтер за последние 5 лет набрал всего на 11 очков меньше, чем все остальные украинские клубы взятые. А Динамо набрало очков больше, чем все остальные клубы, кроме Шахтера. Получается, что они набирали очень неплохие баллы. Шахтер вообще идет 19-м в клубном рейтинге. Динамо 34-е. Это очень хороший уровень и хорошие позиции. Проблемы совершенно не в Шахтере и в Динамо. Хотя им тоже многого не хватает. Проблема в том, что им совершенно некому помогать набирать эти баллы. Пока помощи не будет, мы будем примерно на таком же уровне. Но, с другой стороны, есть один важный позитив. Вот эта закрепленная точка отсчета, что сейчас мы показали худший результат за 15 лет, она говорит о том, что мы сейчас действительно на дне. И вряд ли в следующем сезоне или через сезон будет еще намного хуже. Потому что просто выступить хуже, но это нужно действительно очень сильно постараться. Я говорю не о качестве игры, а именно о том, какой результат будет в итоге в таблице коэффициентов. Смотрите, в следующем сезоне и Шахтеру, и Динамо нужно будет проходить квалификацию Лиги Чемпионов. Особенно сложный путь не чемпионов, где может попасться такие команды, как Бенфика или Монако. И очень трудно представить, как сейчас в таком состоянии Шахтер и Динамо могут пройти эту квалификацию. Да, Шахтеру повезло в этом году, но мы же понимаем, что это вряд ли будет происходить каждый год, если клубы не будут расти. Казалось бы, для клубов это очень плохо, и они потеряют кучу денег, если вылетят. Но вообще-то для коэффициента это очень даже отлично, потому что команды проигрывают, вылетают в Лигу Европы, а там уже выступают против соперников, которые вполне по силам Шахтеру и, в принципе, даже, наверное, я думаю, и Динамо. То есть там можно стабильно набирать очки и увеличивать тот же самый европейский коэффициент. То же самое касается и других клубов. В этом году у нас вылетело две команды на первой же статке квалификации, и практически не набрали они никаких очков. Хуже этого выступить уже просто невозможно, ну действительно. Две команды проиграли напрямую, еще Заряб тоже проиграла в первом же раунде и попала в Лигу Конференции. Можно тут выступить только лучше. Соответственно, если кто-то будет хоть чуть-чуть выигрывать, если кто-то хоть чуть-чуть наберет, то очков этих будет больше. А значит, больше будет шансов повысить свой коэффициент и уже отталкиваться от этого дна, то есть от этого коэффициента 4.2, который есть у нас сейчас. Вообще, мы всегда очень сильно обсуждаем коэффициенты и так переживаем, что наши где-то не добрали, и что это так плохо повлияет на коэффициент наш УФА. Это, конечно же, всегда такое интересное поле для дискуссий, но сам коэффициент, он очень хорошо саморегулируется для ассоциаций, где нет много сильных команд. Посмотрите, мы выступаем хорошо, поднимаемся чуть-чуть выше. Поднялись чуть выше, там уровень не тянем, снова опускаемся на уровень ниже. Начинаем выступать хорошо, снова поднимаемся на уровень выше. И так вот замкнутый круг, все это идет по кругу. Цикличность очень нормальная, учитывая силу клуба. Учитывая то, что у нас всего два сильных клуба, которые набирают за всех. Поэтому, ну, сейчас, мне кажется, мы достигли дна этого цикла, и постепенно мы будем выходить наверх. Не потому, что наши клубы становятся сильнее, а потому, что, учитывая эту систему УФА, по-другому не получится. Наши клубы опускаются на турниры чуть пониже, где уже вполне конкурентоспособны, и где могут набирать очки. За счет этого они проходят дальше. Поэтому сейчас я бы сильно не переживал, не заморачивался насчет коэффициентов. Украина находится там, где и должна быть. И мне бы, наоборот, больше хотелось, чтобы у нас было не пять команд в Еврокруппах, а четыре. Потому что каждый раз у нас попадают какие-то Колосы, Мариуполи, Олимпийки. Все, которые сливаются в первом же раунде. Зачем нам это, я не знаю. Ну, реально, никакой пользы украинскому футболу это не приносит. А денег в украинском футболе пока что нет, чтобы с пятого места, к примеру, выходила команда, которая реально конкурентоспособна хотя бы на уровне Лиги Конференции. Но есть еще одна важная причина, почему, скорее всего, хуже не будет. Как минимум, в ближайшие годы. Олигархи снова начинают закачивать деньги в украинский футбол. Да, пока что это еще не в таких же масштабах, как это было раньше, когда была такая сумасшедшая гонка вооружений при Знепром, Металлистом. И даже когда другие клубы типа Черноморца, Карпат вкидывали достаточно много ресурсов. Бюджеты, конечно же, меньше и возможности меньше. Но при этом деньги стали какие-то появляться. Окей, Днепр-1 сейчас достаточно крепкий и способен уже, скорее всего, с третьего места выходить в Еврокубки. Будет скоро Металлист. Хорошо это или плохо? Ну, это такой очень спорный вопрос. Скажем так, эта вот бульбашка, которая стандартная олигархического футбола, она начинает постепенно разрастаться. И значит, будет казаться, что все становится лучше. Физически оно, скорее всего, не будет, но при этом, как минимум, на бумаге и на коэффициенте это должно отразиться. Поэтому тут, скорее всего, тоже, думаю, такой момент, который не позволит Украине упасть ниже, чем то, что было в этом сезоне. Как минимум, будут больше приличных команд, которые хотя бы не будут сливаться в квалификации. А это уже достаточно сильно повлияет на наш коэффициент. На этом все. С вами был канал Овертайм и я, Александр Сашко. Залетайте в комменты и делитесь своим мнением. Опустится Украина еще ниже в таблице коэффициентов УЕФА или нас все же ждет хоть какой-то, но небольшой подъем. Обязательно не забывайте про лайки. До связи!